Миниатюры это произведение изобретительного искусства, отличающееся небольшими размерами и тонкостью художественных приемов. Прародителями так называемой книжной миниатюры исследователи считают древнеегипетские рисунки пером на папирусе. Сегодня существует множество различных техник и разновидностей миниатюр, и у нас в гостях красноярская художница Ирина Малахова, которая работает именно в этом жанре. Доброе утро, Ирина. Ирина, здравствуйте. Расскажите, почему миниатюра? Ведь это очень сложно. Это очень кропотливая такая работа. Почему именно миниатюра? Мне просто с детства нравилось. Все достаточно такое маленькое, аккуратное, и сам процесс доставляет очень много удовольствия, когда ты создаешь что-то такое очень мелкое, но максимально близкое к оригиналу. И это очень здорово, прорисовывать детали и потом смотреть на лицах людей, удивление. Ну, очень. Ну, я вот за кадром успел рассмотреть одну из миниатюр, и вот здесь все довольно детально прорисовано. Вот здесь птица, у нее клюв, когатки. Вот это под микроскопом или под увеличительным стеклом? Ну, как это делать? Это, кстати, очень распространенный вопрос. У меня иногда спрашивают, пользуясь ли я лупой. То есть микроскопом и лупой вы не пользуетесь? Нет, мне не хватает своего зрения. Да, здесь я очень много использовала пастельных карандашей, красок непосредственно. И на создание каждого рисунка достаточно много времени у меня уходит, чтобы прорисовать перья, какие-то дополнительные тени, мех и так далее. А что вдохновляет вас? Где вы берете для себя вот то, что вы рисуете? Откуда? На самом деле идей очень много, и они уже на несколько месяцев вперед прорисованы набросками. Очень много мне подсказывают идеи мои подписчики в Инстаграм, кто-то из друзей. То есть они мне пытаются... То есть они просят вас нарисовать? Да, повышать мне уровень. Ты же можешь нарисовать вот это? И вы свежеотрисованную картинку сразу же выкладываете в Инстаграм? Верно. Совершенно верно. Концепция 365, то бишь каждый день, новый день, новый рисунок. Поэтому они все датированы. А это иллюстрации или это картины? Куда дальше? Это полноценная композиция или вот к чему вот используют? Я вот смотрю, здесь есть пончики, и они нарисованы настолько качественно прорисованы, что, во-первых, хочется съесть, во-вторых, кажется, что они как на фотографии, они прям как настоящие. Вот как достигается этот эффект реальности картинки? С трудом, с трудом. И это приходит все с опытом. Этот проект я веду полутора, более полутора лет. Именно вот моя цель быть максимально близкой к оригиналу. То есть это то, к чему я стремлюсь. Не рисовать просто какую-то иллюстрацию, да, а чтобы это была миниатюра. Прямо фотографическая точность должна быть максимально близка к оригиналу. То есть вот то, что касается божьей коровки, которая здесь присутствует, это размер лайфсайз, то есть это реальная величина божьей коровки. То есть миниатюра оформляется в конечном итоге вот так, рамочку, и ее можно повесить на стену? Куда угодно. Поставить, повесить, куда угодно. Где вы учились и как долго вы учились вот этому искусству? В детстве я ходила в художественную школу, но в принципе сама миниатюра, она не требует каких-то, как мне кажется, дополнительных курсов. Хотя если есть желание точить мастерство, может быть какие-то такие курсы существуют в нашей стране, не знаю. Я как-то совершенно случайно к этому пришла и вот хочется продолжать и продолжать. Какие инструменты используются? Кисточка? Да, вот я принесла вам показать кисточку, это самая тоненькая, самая маленькая кисточка. Очень сложно разглядеть к саму кисточку. Да, она размер этой кисти 10 нолей. Тут практически нет меха. Ворс. Одна ворсинка. Не разбираюсь в этом. Нет, не одна ворсинка, штучки 4-5, наверное, имеется, вот и все. Очень тоненькая, я смотрю на нее, у меня что-то... Ну вот благодаря именно такой кисточке достигается такой эффект. У вас, наверное, очень острое зрение. Пока да. Но я не думаю, что это долго продлится, потому что я трачу достаточно много времени на создание этого рисунка, этой миниатюры. В среднем это занимает порядка 5-6 часов. Одна. Одна миниатюра. И вот после того, как вы отрисовали одну миниатюру, глаза болят? Какие-то гимнастики? Как вы делаете? Как что вы делаете с глазами? Какие-то гимнастики, да, делаю. То есть обыкновенные зарядки для глаз, этого никто не отменял. Стараюсь я рисовать в световой день, потому что освещение искусственное всегда преломляет свет. И чтобы никак не испортить картинку, все-таки я стараюсь успевать это делать в первой половине дня, либо в обед, но уже не вечером, потому что качество начинает страдать. Вы сказали, что пользуетесь акварельными красками, а другими материалами можно рисовать миниатюры? Маслом, например? Или это уже тот материал, который не подходит? Все-таки масло – это такой материал, который требует пространства. Я думаю, что миниатюры можно, конечно, попробовать, но я бы не рискнула. Все-таки для миниатюр самый оптимальный, наверное, гуашь, акварель. Ну вот я добавила свое маленькое ноу-хау, я использую пастельные карандаши, они придают объем. Ну, я вот так понимаю, что божья коровка – это самый-самый минимальный разум? Самое маленькое, да, совершенно верно. Это самое маленькое создание. А замахнетесь на что-то более маленькое? Микро-микро? Сложно. Чтобы только под микроскопом можно? Ну, я думаю, что это очень сложно, я не представляю, потому что сама кисть – это уже определенная линия. Тоньше кистей не существует, можно, конечно, попробовать, но это будет очень сложно людям рассматривать такие детали. То есть здесь точно без лупы никак не обойтись. Ну, то есть это самый-самый минимальный разум? Самое маленькое, да. Это будет тот источник, в котором будут собраны все эти миниатюры, то есть такая иллюстрированная книжка, скажем так. И в параллели видео-совсайт для того, чтобы люди, зрители, подписчики могли чуть больше информации узнать обо мне и о моих миниатюрах. Мне кажется, вам бы пошло работать иллюстратором детских книжек. Я вот разглядываю все эти дико натуралистичные пончики, которыми хочется позавтракать уже, если честно. Еще не было опыта делать иллюстрации? Нет, если честно, нет. То есть мне иногда пишут, задают такие вопросы, работаю ли я иллюстратором, либо где-то в какой-то очень крупной известной компании. То есть никто не верит, что это можно создавать, не имея какого-то огромного, скажем так, опыта. И нет, я по образованию далеко не художник. То есть это ваше хобби, это не то, чем вы зарабатываете деньги? Моя специальность – преподаватель английского языка, и я заканчивала курсы по менеджменту туризма. Какое сложное слово. Сложное слово. Мы тоже иногда сталкиваемся с этой темой. Да, в туризме. Менеджмент туризма. Да. Понятно. Скажите, вот ваше сегодняшнее посещение нашей студии не навеяло ли вам что-нибудь, что вы хотели бы нарисовать? Например, Слава Громова в профиль. Была мысль такая, я думаю, что я нарисую микрофон. Такой, знаете, ретро-микрофон, который вот как-то так вот обычно держат с томным взглядом. Вот что-то такое. Об этом я подумала. Интересно. Мне кажется, наша стена вот в светящуюся полоску навела этот пейзаж с этим микрофоном. А мы-то надеялись, что вы нас со Славой нарисуете. Кстати, вот не пробовали рисовать портреты какие-то? Не пробовала, если честно. Для меня это такой вот левел-ап, это совершенно другой уровень, потому что мало того, что рисунок миниатюра, плюс еще попробовать изобразить в этой миниатюре чье-то лицо, пока это для меня сложно. Я постараюсь. Нет, не было. Я пока не пришла к этому внутренне, чтобы рисовать портреты. Посмотрим. Не будем загадывать. Ну, есть к чему стремиться. Возможно, к будущему у вас и придет это. Да, да. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо за эти потрясающе красивые картинки. И удачи вам. Спасибо. Я честно скажу, я впервые увидел нечто подобное вживую. Такие маленькие. Они такие милые. Написанные рукой картины. Это очень такое, все такое, прям вот по-инстаграмному милое такое. Вот очень инстаграмное. Все такое миниатюрное и красивое. Спасибо вам огромное за то, что продемонстрировали нам свое творчество. Это действительно уникальная штука.